Если повреждение будет с защитной оболочки с выходом радиоактивности максимально, это где-то радиус поражения до 1100 километров. Не может такого быть вообще, чтобы подобные контейнеры, в которых находится отработшее ядерное топливо, находилось под открытым небом, под действием. Солнце, строительные конструкции упадут на корпус ядерного реактора, то есть на систему управления защитой, а дальше идет неуправляемый процесс. Хмельницкий, Западная Украина привезли английские снаряды бронебойные с объединенным ураном. Наша ракета попала туда и накрыла всю территорию больше. Безопасность атомной станции на трех китах. Это персонал грамотный, это ядерное топливо, это оборудование, это железо, из которого сделана станция. Вы посмотрите, какая шобла мотается по территории режимного объекта. Я не исключаю, что среди этой команды, там 30-40 человек, есть представители Центрального разведывательного управления и СБУ. Здравствуйте, это специальный выпуск программы «Справедливости ради», я Владислав Павлов. В СУ ежедневно подвергают ракетным обстрелам новые территории России, в том числе город Энергодар и Запорожскую АЭС. Каким последствиям это может привести? Возможен ли второй Чернобыль? И кто в случае этой трагедии окажется в зоне поражения? Эти вопросы я адресую человеку, который о ядерной проблематике знает все. На связи со студией Владимир Михайлович Кузнецов, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. На ваш взгляд, насколько высока опасность украинского теракта в отношении атомной станции и насколько Запорожская АЭС защищена от внешнего воздействия? Ну, ситуация здесь такая. Запорожская станция, да, это станция, которая была построена в Советском Союзе. Шесть энергоблоков с реактором водо-водяным энергетическим на тысячи мегаватт. Плюс различные здания и сооружения, которые представляют собой ядерную и радиационную опасность в этом плане. Главным образом это хранилище от рабочего ядерного топлива, где, начиная с 2000-х годов, когда это хранилище было запущено в эксплуатацию, хранится в контейнерах от рабочего ядерного топлива. Этих контейнеров там, если энергоблоков, я сказал их шесть штук, да, этих контейнеров там сейчас порядка 200, проектная вместимость этого хранилища 350 штук, да, ну, уплотненные там может быть еще там на 30 больше в этом плане. В каждом контейнере находится 10 тонн от рабочего ядерного топлива. Все это находится под открытым небом, ибо когда принимали решение, а это решение было принято чисто политическое, Россия отказалась, вернее, Украина отказалась направлять от рабочего ядерного топлива, которое до 2000-х годов отправлялось в Россию на производственное объединение «Маяк» на переработку. Потом эти отходы, которые в результате переработки этого от рабочего ядерного топлива, должны были возвращаться в Чернобыльскую зону, где начались работы по строительству там хранилища этих отходов. Но Украина уже тогда занималась тем, что пыталась, ну, как можно дешевле все сделать в этом плане. Заказала проект французам. Французы сделали, они сказали, дорого все это дело. И они остановились на проекте, который сами сделали. Там приложили руки, конечно, руководство страны к этому, которое в то время это было. И вот это хранилище под открытым небом, что для меня вообще является, ну, нонсенсом. Не может такого быть вообще, чтобы подобные контейнеры, в которых находится от рабочего ядерного топлива, находилось под открытым небом, под действием солнца, атмосферных осадков и так далее. Правильно ли я понял, что сами энергоблоки, реакторы защищены? Им не страшны ни удары британскими Storm Shadow, ни S200, как это вот на днях было в отношении Десногорской атомной электростанции? Понимаете, та оболочка, которая есть, вот эти шесть штук, да, но они тоже имеют определенную степень прочности в этом плане. И если там снаряд или ракета попадает вот в эту оболочку, возможно, разрушение этой оболочки, а строительные конструкции упадут на корпус ядерного реактора, то есть на систему управления защитой, а дальше идет неуправляемый процесс в этом плане, да, с выходом радиоактивности в окружающую среду. Ведь в каждом из реакторов находится 65 тонн ядерного топлива, да, все оно представляет гигантскую радиоактивность в этом плане, плюс на каждом энергоблоке есть бассейн, отработавший ядерного топлива. То есть вот то топливо, которое потом перегружается в эти контейнеры, оно там расхолаживается в течение пяти лет. Но все это практически, если куски строительной конструкции попадают в бассейн, там, в выдержке, да, это нарушение теплоотвода, начинается пароциркониевая реакция, а по аналогии с фокусимой, да, это скапливается водород под оставшейся частью оболочки, которая там осталась, а дальше взрыв. Владимир Михайлович, вот если, не дай бог, такое случится, это, ну, с чем сравнить, с Чернобылем, да, сопоставимо или страшнее? Нельзя. Чернобыльский реактор, я на третьем энергоблоке Чернобыльской станции отработал семь лет. Чернобыльский реактор, это реактор, вернее, установка, которая практически находится под открытым небом. Там нет такой защитной оболочки, о которых я вот сейчас сказал. Перекрытия реакторного зала, они прошибаются легко в этом плане и непринужденно. А дальше висит наверху полярный кран, полярный кран соскакивает и дырявит крышку, вернее, пятнадцатую сборку биологической защиты реактора РБМК и выхода радиоактивности. Если 65 тонн в ВВРе, ядерное топливо, я сказал, то в реакторе РБМК Чернобыльского типа, да, вот вы говорили о Смоленской станции и так далее, там эта цифра в три раза больше. То есть 192 тонны. Разная абсолютно как бы вещь в этом плане. И в этом случае какие территории России, Украины, может быть, сопредельных государств могут быть поражены? Значит, по моим этим, есть методика, да, она не является вот какой-то секретной частью. Каждый желающий, в принципе, который, ну, обладает определенными навыками высшей математики, да, он может провести подобную вещь. Значит, вот те расчеты, которые я выполнил, если повреждение будет с защитной оболочки, с выходом радиоактивности, да, то есть максимально, это где-то радиус поражения до 1100 километров. То есть это и Беларусь, и Литва, и Польша? Все Прибалты, опять же, Швеция, Финляндия, дальше Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Болгария, Швейцария, там, и Германия. Ну, и достанется и Франция. А за Черное море может уйти в сторону Турции или заразить воду Черного моря? Легко. Ну, поражение Турции здесь, все в зависимости от розы ветров, да, какие они будут. И, понимаете, вот эти вот все вещества при взрыве, вот в Чернобыльской аварии, которые были у нас, есть же ведь с чем сравнивать в этом плане, они поднялись аж до стратосферы. Радиоактивные вещества от Фукусимы, обогнув Тихий океан, две Америки, Атлантический океан, всю Европу, пришли к нам в Северодвинск, в Архангельск через неделю уже, понимаете? То есть не спасет ничего и никак. Так, Чернобыль это тому подтверждение, когда накрыло, до сих пор есть пятна на территории Финляндии, куда допуск населения запрещен. То же самое, такая же ситуация и в Швеции, там и так далее. Франция попала под раздачу, есть области во Франции, где повышенный до сих пор радиационный фон в этом плане. Так что достанется всем. А то, что этого клоуна из западных лидеров, да, никто и уговаривать не хочет в этом плане, да, но это их дело. Тому, кстати, подтверждение, вообще свежий пример есть, который там был месяц назад. В Хмельницкий, западная Украина, привезли английские снаряды бронебойные с обедненным ураном. Наша ракета попала туда и накрыла всю территорию Польши. Вот это облако. Как боролись поляки вот с подобными вещами? Да не отключили станции слежения и все, дабы народ не психовал в этом плане. А какие-то рекомендации, какую-то всеобъемлемость проведения радиационно-экологического обследования, никто ничего не делал. Да наплевать они хотели на всех. Владимир Михайлович, но здесь СМИ играют ужасную и большую роль. Они говорят, ничего страшного не будет, радиус поражения небольшой. Правда, люди начали скупать йод в аптеках. Люди начали бояться и уезжать, но... Вы про какие СМИ говорите? Про украинские. А почему не говорите о наших, о балдуев, совершеннейших? У нас комментируют обстановку на атомной станции, да? Но есть вопросы, которые у меня возникают и которых я хотел бы услышать. Я хотел бы услышать, есть такие организации, как Ибраэ РАН, РАНовский институт, где академик, научный руководитель Ау Большов, вот они что провели пресс-конференцию, показали эти гистограммы возможного заражения территории, да нет их. Они молчат в тряпочку, все в этом плане. Росатом, там же тоже есть подразделения, которые аварийное реагирование в этом плане. Они что провели пресс-конференцию и рассказали об этом? Никто, все молчат. Все молчат, как в рот воды набрали в этом плане. Владимир Михайлович, вы уже высказали недоумение и опасение по поводу хранения отработанного ядерного топлива. Только ли дело в дешевизне? Почему украинцы с американской Вестингхаус заключили соглашение, хранят там отходы, а от наших услуг профессиональных отказались? Да потому что ситуация такая. Я уже говорил, что Россия поставляла ядерное топливо. Началась политика. У меня еще в статье в 2015 году была опубликована об этом безобразии. И замене нашего ядерного топлива на Вестингхаус, дочка, которая в Швеции есть, которая делает это ядерное топливо. Кто пошел первый по этому пути отказа? Это чехи, наши друзья. Понимаете, наши друзья бывшие. Они заменили ядерное топливо на своих энергоблоках. На американское. Проработало топливо полтора года, они взвыли. Потому что топливо потеряло свою герметичность и стало дикие дозовые нагрузки на персонал. Пришли, да, сказали, ну давайте мы это топливо уберем и заменим снова на российское. Ну наши, например, по морде дали, да, в этом плане. Снова развернулись в эту сторону. Да, заменили опять это ядерное топливо, которое пришло из Вестингхауса. И Вестингхаус поставил на южноукраинскую станцию на Украине. А персонал отказался работать с этим ядерным топливом. Сломали через колено. Директора станции Виссариона Кима выкинули оттуда. В этом плане. Женщина, которая разглавляла госатомрегулирование. Елена Прокопчук, что ли, вот не помню фамилию его, да, выскочила из головы. Выкинули с работы в этом плане. Вот и заменили на это дело. Вестингхаус и Америка никогда не забирали отработшее ядерное топливо к себе. Никогда, нигде, ни про каких обстоятельствах. Это наши, пардон, идиоты, забирают это ядерное топливо себе. И оставляют все радиоактивные отходы себе. И МАЭК превращается в радиоактивную помойку. Уже превращен еще со времен Курчатова в этом плане. То же самое с Болгарией. Болгария повернулась на Вестингхаус. А мы, Болгар, забирали ядерное топливо. То же самое, вот сейчас последние случаи с венграми. Мы там подведили станцию новую строить, да, ПАКШ-2 в этом плане. Ну и что, позавчера сообщение, что наши эти венгрии, этот Орбан, да, который, ну, шкура. Самая настоящая шкура. Ну как можно было подписать договор, в котором не прописано, что ядерное топливо только российское. Почему? Потому что проект наш, оборудование наше, если топливо будет чужое, никаких гарантий безопасности говорить не приходится. Мы можем только гарантировать под свое ядерное топливо. Почему? Потому что безопасность атомной станции на трех китах. Это персонал грамотный, это ядерное топливо, это оборудование, это железо, из которого сделана станция. Если это не соблюдается, грош цена этой станции в этом плане. Вот и все. Владимир Михайлович, ну, таким образом и без всяких обстрелов ядерные объекты на Украине, в Восточной Европе представляют собой опасность? Ну, естественно, естественно. Ведь все проекты, которые там, Хмельницкий, два энергоблока, это же наш проект. Ровенская, в честь моего глубоко уважаемого человека, Николая Ивановича Кузнецова, разведчика, которого хохлы убили в свое время, во время войны. Да? Город назывался-то Кузнецовск. Понимаете? Вот что не обидно в этом плане, что меняется это все, никто ничего не помнит. История забывается, а станция богом отмеченная. Станция, пара десятков лет назад, Чернобыль-второй. Там на Ровенской станции должен быть. Коллектор, пара, генератор, он лопнул, и реактор должен был остаться без воды. Ну, бог с эту западную Украину. А то бы накрылось бы все в этом плане. Хмельницкую зачем делали? Что, Украине электроэнергия нужна? Да не нужна она в таких объемах. По линиям 750 киловольт все это гналось и до сих пор гонится на территорию Польши. Есть подобный ядерный объект, повышенная ядерная радиационная безопасность. А Украина на атомных станциях складирует высокоточное оружие. Да, ну, прекрасно знаешь, что наши хватит ума по атомным станциям обстреливать. Это же не хохлы, которых совершенно полтора пальца, так сказать, ума в голове в этом плане. Ну, разве можно этими заниматься вещами? Далее, большее. Мне кажется, вот предательство, которое сейчас существует, затарили словацкие и чешские станции на два года вперед. А они 29-е МИДИ с танками ремонтируют, да, гонят на территорию России. Вот это вот что? Вот вы мне скажите. Вот был бы Лаврентий Павлович жив, он бы вот эту всю эту сволочь давно поставил к стенке. Это и надо сделать. Наши поставили на Родинскую станцию в апреле прошлого года ядерное топливо. Уже идет война в два месяца, а мы туда ядерное топливо поставляем. Вот это вот что? Вот вы мне объясните. Владимир Михайлович, я не могу вам объяснить, наверное, это какая-то высокая политика. Но если говорить вот об этом кейсе взрыва на Запорожской АЭС, некоторые, в том числе украинские телеграм-каналы, предполагают, что это такой шантаж был. Шантаж Запада, чтобы его успокоили Зеленского, а дали бы ему денег и оружие. Но кто-то считает, что он может выйти из-под контроля и совершить этот теракт. Как вы полагаете, возможно, такое негативное развитие событий? Аммиако-промы взорвали. Взорвали. В апреле прошлого года Чернобыльскую станцию оставили без электроэнергии? Вы представляете, что такое станцию оставить без электроэнергии? Слава Богу, батька нам, Лукашенко, запитали станцию и не дали катастрофическим последствиям. А то ведь разнесло бы весь саркофаг к чертовой матери. Далее, так сказать, это больше. Помимо всего прочего, вы посмотрите, как себя ведет МГТ в подобной ситуации. С каким подобострастием этот аргентинский крысеныш сюда приезжает, а наши с ним чуть ли не сосутся. Вы посмотрите, что происходит с МГТ, как они обхаживают Украину в этом плане. А они наглеют. С каждым разом все больше и больше в этом плане. Ну, Гросси же сказал вроде бы, что нет, не заминирована станция. Русские не делали этого. Да, но он признал факт обстрелов. Он там четырех своих обалдуев держит на станции. Он в сентябре привез туда на станцию 14 человек, 12 человек из которых не имели никакого отношения к атомной энергетике. Вы посмотрите, какая шобла мотается по территории режимного объекта. Я не исключаю, что среди этой команды, там 30-40 человек, есть представители Центрального разведывательного управления и СБУ, которые там по мобильной связи. А я уже еще с марта месяца говорил, что у работников станции надо отобрать всю мобильную связь. На входе отобрал, вышел со станции, возвратил в случае, когда работники, которые обеспечивали физическую защиту станции, наводили обстрелы М-37 непосредственно на территории станции. Ведь были повреждены два спецкорпуса, в которых хранится свежее ядерное топливо и радиоактивные отходы средней низкой активности. Этому Гросси показали пробитые насквозь крыши этих спецкорпусов. Что еще надо-то? А на что же тогда нам надеяться? На разум или на страх, что не произойдет такая атомная катастрофа? А ни на что нам не надеяться нечего. На людей, которые... Вы обратите внимание, что происходит. У меня, понимаете, вопросы, 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 вопросы. Директор, бывший директор Запорожской станции сдавал людей СБУ вместе с начальником отдела кадров, фотографировали личные дела, дабы тех людей, которые работают на станции. А на станции до февраля 22-го года работало 11,5 тысяч человек. Сейчас там работает 3 тысячи человек. Персонал сократился почти в три с лишним раза в этом плане. Сдавали, подержали два года. Вместо того, чтобы ему почки отбить и выяснить, а кому он это все сдавал? Они его отпустили в освояси. Начальник отдела кадров тоже самое. Козой постращали, отпустили. Вот у меня, как у начальника инспекции, да, я даже, имея вездеход на все атомные станции, но у меня первая группа секретностей была. А тут болтаются по территории станции люди, которых не прошмонали ничего, да, не навели справки. А кто это? Да, они болтаются по территории станции, а потом говорят, а откуда там, вот они все знают? Да вот потому я это сделал. Я был категорически против, чтобы там сидела МАГТ. Ну толку от них никакого. Вы поймите правильно, люди бездарные, без образования в этом плане. Вот я закончил кафедру атомных станций, Московского ордена Ленина и Октябрьской революции, энергетический институт, 43 года в отрасли. Вот у меня волосы везде встают от таких людей, которые, они же не могут сформулировать позицию страны. Вот мы сидим в МАГТ. Зачем МАГТ было создано в 56-м году? Да за Эйзенхауэром. Да дабы за нами шпионить. А мы продолжаем платить деньги в МАГТ, чтобы каждая вот такая аргентинская сволочь сюда приезжала и нас носом вводила. А наши уже чуть ли с ним не рассовываются, как Брежнев. Понимаете, я человек очень в этом плане, ну как вам сказать, я не приемлю таких вот вещей. Или зачем вы брали станцию в себе? Или вы что-то делаете на ней? Или вы приводите ее в порядок, а у вас постоянно отключают линию связи от станции, от электроэнергии. За год не могли протянуть резервную линию на станцию освобожденных территорий, чтобы хоть к станцию обезопасить. Я еще с апреля прошлого года говорил, станцию надо остановить и перевести в холодный режим. Работы. Потому что это опасно. Ну, наконец-то поняли, да, спустя там практически год, станцию 5 блоков, оно в холодном останове. А один в горячем находится. Владимир Михайлович, спасибо вам большое. Очень о многом этот наш с вами разговор заставляет задуматься. Завершая программу, я хочу вспомнить строчку из известной советской песни. Я верую в светлый разум и в то, что он добрым будет, но надежды, к сожалению, на это все меньше и меньше. Надеюсь, до ядерной катастрофы дело не дойдет. Смотрите наши программы на ютубе, оставляйте комментарии под этим видео, что вы думаете по этой проблематике. И главное, будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok